В промышленной технике часто приходится поднимать или тянуть тяжелые грузы. Будь то канатный экскаватор в карьере, нефтебуровая установка, подъемный кран или сельхозтехника, вес ложится на сверхпрочные проволочные канаты или, проще говоря, тросы. Обычно диаметр промышленных тросов от 2 до 13 сантиметров. Они используются в тяжелой технике и удерживают строительные конструкции, например, мосты и крыши стадионов. Изготовление тросов начинается со стальной проволоки диаметром от 0,6 до 8 мм. Первым делом нужно свить между собой несколько стальных нитей, чтобы получилась прядь. Количество проволок на прядь зависит от назначения троса, так как различные цели требуют от троса различной гибкости и прочности. Каждую проволоку наматывают на стальную бобину и отправляют в скруточную машину, представляющую собой гигантский намоточный станок. В одной пряди может быть до 60 проволок, но обычно бывает от 19 до 36. Вращающиеся нити сходятся вместе у протяжного кольца, которое подгоняет их под нужный диаметр. Смазка очень важна. Она не только помогает нитям проволоки плавно проходить через кольцо, но также проникает внутрь, чтобы проволока в пряди была подвижной. Таким образом увеличивается срок службы и эластичность тросов. Из машины пряди уже выходят промасленными. Большая резиновая лента снимает излишки масла. Теперь прядь проходит через несколько провильных станков. Эти тяжелые ролики оказывают вертикальное давление, выпрямляя прядь, чтобы убрать внутреннее напряжение, возникающее после нахождения на бобине. Также это предотвращает раскручивание пряди. На срезе хорошо видны нити проволоки в готовой пряди. Лежащая рядом прищепка дает представление о размерах. Такие жилы обычно используются для поддержки строительных конструкций. Чтобы произвести канат для тяжелой техники и поднятия грузов, берут несколько таких прядей и переплетают вместе на большом станке под названием канатовьющая машина. Этот трос делают из шести прядей. Перед тем, как соединить их вместе, ролики сворачивают жилы в форме спирали. Затем они проходят в зажим, оборачиваясь вокруг сердечника, представляющего собой такую же жилу. Сердечник добавляет тросу прочности. Окончательный диаметр этого троса 90 миллиметров. Но тут все еще могут оставаться небольшие погрешности. Поэтому трос проходит калибровку четырьмя роликами, расположенными вертикально и горизонтально, выравнивающими диаметр троса по всей длине. Готовый трос наматывается на большую стальную катушку, и вот он готов к транспортировке. В лаборатории контроля качества выборочно тестируются образцы троса. Машина измеряет их разрывное усилие и максимальную нагрузку. Аппарат растягивает трос, пока тот не порвется. Предел прочности этого сверхпрочного троса 94 тонны. Для особых целей, таких как горные работы, тросы покрывают двойным слоем пластика, чтобы уберечь их от износа. Для приготовления такого пластика используется смесь прозрачных и цветных пластиковых гранул. Экструдер нагревает гранулы, пока они не расплавятся. Затем этот пластик через протяжное устройство выдавливают на проходящий сквозь него трос. На выходе из экструдера его опускают в воду, где горячий пластик остывает и затвердевает. Пластик служит не только защитной оболочкой троса, но и нивелирует трение его волокон друг от друга во время эксплуатации. Защищая трос от износа снаружи и изнутри, пластиковое покрытие продлевает срок службы троса в полтора раза. От внутреннего строения троса зависит его прочность и эластичность. Строительные тросы должны быть крепкими, неподвижными и тугими. Поэтому их делают из одной жилы, состоящей из толстой проволоки. А движущийся трос для промышленной техники вьется из нескольких жил, состоящих из более тонкой проволоки. Продолжение следует...